Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. И у нас сегодня с вами ваша любимая рубрика. Распаковка посылки с сайта Shein. Хотелось бы отметить, и отмечаю в каждом своем видео, что все посылки приходят ко мне за мой счет. То есть мне никто ничего не дарит, это не спонсированное видео, это не реклама. Все я приобрела за собственные деньги, кровно заработанные. У меня уже нет терпения, поэтому давайте открываем. Всегда боюсь что-то порвать, поэтому максимально аккуратно разрезаем. Они так хорошо герметично все это упаковывают, что так много вещей поместилось в эту малюсенькую посылочку. Итак, первое, что я вижу и из-за чего я делала заказ. Я очень хотела себе пиджак, чтобы вечером, например, где-то в сентябре-августе, накидывать сверху. Пиджачок, как я понимаю. Вот так вот он выглядит. Очень классный материал, мне нравится. Размер взяла S. На картинке мне тоже очень понравилось. На самом деле там огромный выбор пиджачков. Я вам буду вставлять фотографии, как было на сайте. То есть ожидание, реальность. Вы можете наблюдать это все дело. В общем, материал достаточно плотный. Я думаю, что сядет просто идеально. Слишком большой пиджак, который сейчас очень сильно в моде. Я не хотела, если честно. Очень сильно, когда что-то болтается на мне, я себя чувствую некомфортно. Итак, первая покупочка выглядит вот так вот. Пиджак мне нравится на все 100%. Мне нравится его материал, так как он сидит. Идеально подошли мне рукава. То есть он мне не велик и не мал. Я думаю, что с этим кожаным топиком и шортами будет смотреться просто обалденно. Сзади он выглядит вот так. Вот чуть-чуть прикрывает попу. Кстати, там на сайте были варианты гораздо длиннее. Но я думаю, не стоит их брать. Это самый оптимальный вариант для пиджака. Все выполнено очень-очень аккуратно. Качество пиджака просто на пятерку. Я думаю, его можно сочетать также и с платьями. Второе приобретение, которое тоже я очень ждала и сомневалась, стоит ли заказывать или нет. Потому что лето уже заканчивается. Пока это все дело придет. А пришло все очень быстро. Поэтому я смогу поносить вот это платье. На него было очень много заказов. И особенно вот на такой цвет. Красное платье, халатик. Ткань не просвечивает. Очень-очень приятная на ощупь ткань. Швы все просрочены аккуратно. Смотрится обалденно. Буду носить с удовольствием. Сочный, яркий цвет. Лаконичный, элегантный фасон. Все нравится в этом платье. Единственный момент это грудь. Мне пришлось заколоть ее булавкой. Но если вы любите грудь нараспашку, то эта модель конкретно ваша. Я подобное не люблю. Поэтому заколола. А так все нравится. Обуви много не бывает. Особенно на плоской подошве. Очень боялась, что не подойдут. Потому что на картинке они казались очень широкими. Я взяла 41 размер. По идее всю жизнь ношу 36-37. Просто я ориентировалась по таблице. И по таблице вроде как эти должны мне подойти. Хотя они мне кажутся очень большими. Они мне немного большие. Но самую малость. Хотя я ориентировалась именно по таблице. И широкие, и немножко большие. Неприятненько, конечно. К сожалению, обувь оказалась мне большеватой. Причем и по длине, и по объему. Хотя я опиралась строго на размерную сетку. Учитывайте тот момент, что именно у этой модельки размерная сетка неверная. Исходя из этих моментов, уже решайте сами делать заказ или нет. Если бы я знала все эти моменты, то покупать эту обувь я точно бы не стала. Сказать, что она просто обалденного качества тоже я не могу. Кое-где даже вот здесь торчат нитки. Правда, вам не очень видно. Но поверьте мне на слово. Но ничего, выход есть. Подарю эту обувь своей двоюродной сестре. Но сама носить точно не буду. Вот реально я сейчас смотрю на то, что я заказала. И я не вспоминаю, что здесь интересненького было. Вот эту вещь я купила просто потому, что все остальное у меня было. Решила внести некое разнообразие. Вот такая футболочка. Самая обычная, классическая. Очень приятная на ощупь. И здесь завязывается. Правда, когда я кинула эту футболочку, так скажем, парню, он сказал, что выглядит как-то не очень. Размер у меня, опять же, S. Она достаточно широкая, но это просто модель такая, oversize. Думаю, что на мне будет смотреться очень даже ничего. Просто обязательно надо все погладить, потом уже мерить и вам показывать. Я помню, когда я шла в первый класс, это был 2004 год. Очень были модны блузки белые. Вот с такой вот штукой. Можно было их так завязать. И мне безумно хотелось эту блузку, но мама мне так и не купила. Сказала, что это не школьное, это просто куда-то надеть. А потом, когда я пришла в школу, я увидела, что у девочек есть такие блузки с такой завязочкой. Я очень долго плакала, жаловалась маме, ныла. Теперь я взрослая, могу себе позволить. И вот, я могу себе это позволить. Купим еще пару таких кофточек с этими штуками. Я абсолютно серьезно вам говорю, я завидовала своим одноклассницам, что у них блузки с вот такой завязочкой, вот этими висюльками. Ну что, девочка выросла? Могу себе позволить. Я на чиды. Следующая находка. А-а-а, я, кстати, уже начала кое-что заказывать длинным рукавом. Кстати, еще должны быть здесь шорты. Я вспомнила, я заказала себе шорты. Все-таки уже лето заканчивается, и уже следующий заказ, я думаю, большинство вещей я буду заказывать с длинным рукавом, пока это все придет, как раз. А это мне вообще не нравится. Здесь торчат нитки, материал какой-то тоже не очень. С длинным рукавом и при этом очень тонкий материал. Цвет тоже на картинке был немного лучше, хотя камера моя тоже искажает изображение, и кофта выглядит намного светлее и нежнее, чем она есть на самом деле. Немного разочаровал именно материал. Смотрится как-то не очень опрятно, но опять же нужно мерить. После примерки мое мнение кардинально изменилось. Мне очень нравится. Я, кстати, теперь на SHEIN выбираю наряды уже с длинным рукавом, потому что пока это все придет, уже будет осень. С коротким рукавом у меня одежды в вагон и маленькая тележка, поэтому я решила взять вот такой вот вариант. Сидит просто обалденно, цвет тоже очень красивый, мне нравится. Вообще все вещи надо гладить, мерить, а потом уже говорить свое мнение. Не разочаровала, абсолютно. Даже думаю, можно взять в какой-то другой расцветке. Ничего лишнего не видно, как вы видите. Можно спустить вот так вот плечи и носить вот так вот. Хотя нет, думаю, вот так лучше. Идеально. Думала черный взять или бежевый, потом остановилась на этом цвете. И ничуть не жалею. Посмотрите, какая нежнятина. Най-най-най. Самое главное, что я купила, я себе купила носочки. Летние носочки под кроссовки самое то. По идее, то же самое можно купить у нас в городе за эту же цену, но я последнее время, как ленивая попа, вообще не захожу в магазины, поэтому покупаю все онлайн. Тем более, нога у меня небольшая, стандартный размер подойдет обязательно. Носки очень хорошего качества, но размер очень маленький. Они были стандартные, но мне подойдет, я думаю. Хотя, наверное, тоже с трудом. Так, носочки я уже померила. Они мне идеально подошли. Они очень нравятся, приятные на ощупь, заказывать можно, стоят они недорого. Если не ошибаюсь, за все при все я отдала там пару долларов, поэтому просто находка. Я сначала заказала для пробы, если уже понравится, в следующий раз закажу себе очень-очень много. Так, на весь сезон. Итак, наконец-то шорты. Я очень долго сомневалась брать розовые, серые или все-таки черные. И в конце взяла черные шорты. Вау, такой плотный материал. Я думала, будет полупросвечивающееся что-то. Вообще, я вам советую, если вы что-то покупаете на сайте Shein, берите товар, у которых очень много отзывов и очень много продаж. Не рискуйте. Пару вещей я так рискнула, заказала и вижу, что какая-то фигня. У этих шортов было столько заказов. Опять же, все ссылочки я вам оставлю в инфобоксе. Не потому, что это реклама, а просто, чтобы вам было удобнее. Но эти шорты, это просто нечто. Они настолько приятные на ощупь. Это, знаете, такой материал, из которого шьют обычные классические брюки для мужчин в костюмах. Вот такой вот материал. Он подойдет и на лето, я думаю, и осенью может с колготочками носить. Ну, прям пушка. Сказать честно, шорты мне большие. Вы это можете наблюдать. То есть, они не сели в талии. Вот так вот было бы просто идеально. Но это, к сожалению, самый маленький размер. Это эско и эксцесса у этой модели нет. Ну, а так, если вы чуть-чуть пополнее, чем я, мне кажется, идеальные просто шорты. Мне нравится, как они выглядят, их материал. Сплошные просто плюсы. Ничего не просвечивает. Такое ощущение, что это просто какие-то брюки классические. Вы их отрезали и сделали шортики. Вы знаете, когда я их первый раз примерила, я подумала заказать другой цвет. Просто в размере эксцесса. Оказывается, его нет. У меня талия, так на заметку, 65 сантиметров, а здесь все 70. Хотя в размерной сетке это было указано. Я тупанула, все равно заказала. И вот. Обязательно здесь нужен ремешок. И, в общем, на этом все. На этом все, мои хорошие. Очень рада, что вы досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, целую. Пока.